Добрый день дорогие друзья, с вами интернет-телевидение Чикаго, в студии Майкл Мелехов и Владимир Гольштейн. Здравствуйте, Майкл. Добрый день. И мы сегодня поговорим о том, что происходит в мире с финансами, что происходит с золотом, что происходит с долларом, с евро, с валютами и все это в сфере последних событий, которые произошли в мире. Приход в Соединенных Штатах Дональда Трампа в качестве президента, ожидающийся, а также события в Италии, референдуме в Италии. Майкл, что вы думаете по этому поводу? Что сейчас происходит с золотом вообще? Что происходит сейчас с валютами? Что происходит с финансами в мире? Ну, немного о политике, поскольку с этого все и началось. Как мы знаем, Дональд Трамп революционер по своей природе, поэтому от него можно ожидать все, что угодно. И в связи с этим начинается волнение, и начались волнения буквально в ту самую предвыборную ночь, когда я лично следил за этим. Это было что-то невероятное. То есть в какой-то момент индексы Dow Jones летели по страшной силе вниз, в минус 850 пунктов в какой-то момент был, а потом срочно они каким-то образом развернулись и полетели вверх с неимоверной силой. И более того, индекс Dow Jones, индекс S&P 500 сделали новые, так сказать, рекорды поставили. И интересно было наблюдать за золотом. Ну, как мы знаем или считаем о том, что золото это та валюта твердая, которая была всегда. На сегодняшний момент золото стоит за одну унцию 1172 доллара. Ну, еще недавно это было значительно выше, как мы знаем, и более 2000, но потом это все полетело, полетело, но дело в том, что если революционер у власти, то можно ожидать всего, чего угодно, плюс каких-то военных, может быть, напряженностей. И в этом случае тогда, ну, считается, и считается о том, что золото надо как бы скупать. Причем скупать его можно как и реальное золото, так и какие-то монеты, опять же, смотря какие монеты. Вот, есть у меня определенные, скажем там, мнения по этому поводу, какие конкретно монеты можно скупать. Ну, и те люди, которые работают на бирже, они могут тоже в этом процессе участвовать, поскольку золото летит, летит, летит по-серьезному вниз. Что касается референдума, это тоже было интересно наблюдать. В Италии в воскресенье состоялся референдум по покравке Конституции, в результате которого, потом уже выяснилось, в результате которого премьер-министр ушел в отставку. Так было объявлено, во всяком случае. И тоже было интересно наблюдать. Дело в том, что если мы говорим о бирже, то бирже открывается в воскресенье вечером. По времени Соединенных Штатов, города Чикаго, в 5 часов вечера или 2 часа ночи по московскому времени открывается биржа, еще раз повторяю, в воскресенье. И вот как только биржа начала, еще даже не открываться, а за час до этого, евро резко, резко полетело вниз. То есть, о чем идет речь? Если Италия, по примеру, Англия, выходит из Европейского Союза... Типа Брекзита. Типа Брекзита начинается перед полностью какие-то перетурбации. И непонятно, куда пойдет евро. Ну, понятно, что это достаточно серьезная валюта. Индекс доллара, кстати, включая себе на первом месте стоит евро. Там вообще-то 6 валют, которые включены в индекс доллара. А как мы знаем, индекс доллара уже был 102. И это еще не предел, и больше, чем 102. То есть, мы предполагаем, я, во всяком случае, как технический аналист, предполагаю, что это будет и 105, и 108 индекс самого доллара. И это очень и очень серьезно по отношению к доллару. Вся остальная валюта, получается, идет вниз. Если доллар идет вверх, вся остальная валюта идет вниз. Так вот, во время этого референдума до полтора часа, два часа, оно летело вниз и упало на 100, там, 25, 130 этих поинтов, пунктов. ПИПС называется в Форексе. После чего оно вдруг развернулось и резко пошло вверх. И это было очень интересно наблюдать, поскольку вот так же, как предвыборную ночь с Трампом, эти индексы дошли до какого-то своего низа, технического там уровня. И после этого они развернулись и пошли резко вверх. То же самое, абсолютно то же самое было с евро. Я участвовал в этом процессе, не просто теоретически наблюдал за этим. Я участвовал в этом процессе, вот просто вот участвовал. И, в общем-то, это было достаточно увлекательное участие, которое для тех людей, которые хотели бы этим заниматься, могли бы получить, ну и проиграть, и выиграть очень серьезные какие-то бенефиты. Ну вот так, вкратце отвечать на этот вопрос можно было бы так. Все понятно. Таким образом, сейчас ситуация в мире, когда любое событие, будь то выборы в Италии, будь то ситуация в Соединенных Штатах с президентом Трампом, влияют, и очень сильно влияют, и причем похожим образом влияют на то, что происходит с валютами. С золотом, с другими валютами. В первую очередь. И тут есть предпосылки. Почему? Мы об этом уже говорили и переговорили уже очень много раз. Дело в том, что если мы уйдем немножко по другому, в другую сторону, у нас этот год и граница этого года с следующим годом очень и очень серьезное событие будет происходить. Более того, есть какие-то даже прогнозы о том, что вот в этом месяце уже это будет действительно происходить. То есть это очень серьезная политическая напряженность во всем мире. Более того, это будет не просто политическая, это будет даже военная напряженность, это будут какие-то конфликтные ситуации создаваться. В связи с этим, естественно, будут что-то лететь и вверх, и вниз, и это будут очень и очень серьезные взлеты и падения. И нам остается, в общем, это потерпеть и дожить, если мы хотим посмотреть. Я бы считал, что к этому надо быть готовым. Но, опять же, смотря кому и для чего. То есть, Christmas, как мы знаем, Рождество по-русски, или Новый год, вот между этими датами очень серьезные будут проходить изменения. Более того, есть даже, дорогие друзья, которые наши телезрители, можно, так скажем, вам предложить не летать в это время, особенно не летать в это время. Вот, к примеру, Christmas, когда, в общем-то, кто-то и как раз собирается лететь, потому что между Christmas и Новым годом... Очень напряженное время. Время напряженное, но дней не так много, обычно люди берут вокейшн, берут отпуска, отпуска и едут с детьми. Вот это время опасное, надо это иметь в виду. Ну, мы об этом будем говорить на нашем канале, интернет, ТВ Чикаго, и это действительно очень интересный момент. Дорогие друзья, пожалуйста, примите этого внимания. Предупрежден, значит, вооружен. И, пожалуйста, обратите внимание на этот опасный период между Christmas и Новым годом. Если у вас есть любые вопросы к нам, пожалуйста, задавайте. Мы с удовольствием вам студим ваши вопросы, комментарии у нас в эфире вместе с Майклом. Да, я еще хочу сделать небольшое такое еще дополнение к тому, что мы говорили о золоте. Ну, как мы знаем, люди гибнут за металл. Есть очень такое серьезное произведение. И предполагается о том, что, в общем-то, мы долетели до какого-то технического уровня, я даже знаю, какого уровня, в общем-то, можно начинать скупать. То есть, у кого есть такая возможность и желание... Скупайте золото. Скупайте золото, потому что... Очень серьезно, скупайте золото. Да, потому что, ну, так, я считаю прогноз 20-25-30, а то и более процентов, мы можем получить достаточно короткий промежуток времени. Кого больше это интересует, обращайтесь, дорогие друзья, пишите нам прямо вот в YouTube. Это все записывается и очень серьезным образом потом просматривается. У нас есть ролики, которые очень серьезно просматриваются. Пишите, и мы с удовольствием ответим на ваши вопросы. Обращайтесь к нам, мы с удовольствием прокомментируем ваше мнение и дадим вам советы, как же быть дальше с золотом и со всеми остальными валютами. Спасибо. Спасибо вам, всего доброго, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok